С удовольствием так я его сделала, сделать такое красивое обрамление, все в единичном экземпляре, штучный вариант, такое вот колье, даже люди на улице совершенно незнакомые мне подходили, спрашивали, что это, буду делать такие очень самые простые сережки. Вероятно, красивая елочка в этом дворе. Еще я работала над сережками, вот так вот они выглядят. Всем привет, меня зовут Лилия, вы на моем творческом канале Филигрань из ниток. Расскажу немножко вам, чем я сегодня занимаюсь, вернее, эту неделю. На этой неделе мало у меня было таких творческих задумок, как я делала заказ на кашпо орхидеи. Вот такое вот кашпо, с удовольствием так я его сделала, окунулась в такой творческий процесс. Кстати, такое кашпо недавно я отправляла Ирине. Ирина занимается орхидеями, у нее тоже свой есть канал, я оставлю ссылку. Оставлю как раз вот ссылку на то видео, где она распаковывала мое кашпо. Это не было ни рекламы, никакая не договоренность, просто я отправила Ирине от чистого сердца, потому что я сама тоже увлекаюсь орхидеями, мне очень они нравятся. И очень я люблю смотреть ее канал. И благодаря как раз орхидеям вот эти вот вышли мои кашпо, серии из моих кашпо. Именно для орхидеи я хотела сделать такое красивое обрамление, потому что такие очень красивые цветы, я считаю, они заслуживают очень красивого оформления, особенно когда они цветут пышно. Это так красиво, поставить в какой-то красивый уголочек и в такую красивую орхидею, красивую цветущую пышную орхидею. Это смотрится прям потрясающе, все просто в восторге от этого. И когда я увидела вот эти вот орхидеи у Ирины, как они у нее замечательно цветут, я подумала, что как раз место моему кашпо будет в этом красивом цветнике. Поэтому я ей отправила просто от чистого сердца в виде благодарности. И я даже не думала, что она снимет видео, она сняла видео. Спасибо ей за это большое, столько там таких восхитительных, восторженных отзывов. Спасибо всем большое, кто написал такие красивые отзывы. Никогда я не слышала столько красивых слов в свой адрес. Спасибо. Пока в ближайшее время заказов больше брать не буду. Если что, у меня там в группе ВКонтакте есть некоторое кашпо и одна шкатулка в наличии. Можно посмотреть там. Цены, возможно, там не очень дешевые, но зато вот эти все шкатулки, я уже их точно повторять не буду. Это все в единичном экземпляре, штучный вариант, авторская работа. Такие работы я повторять не буду, потому что делались они очень долго. Повторить их уже будет просто нереально. На этой неделе я практически ничего не снимала. Я сделала бантики для ребенка в садик, посвященный. Там у них праздник посвященный, дню 9 мая. Я сделала такие бантики триколор в цвете российского флага. Можно сделать в других расцветках, какие вам захочется. Или в цвет своих флагов, если вы из других стран. Пока из задумок, пока колье я не буду делать. Вот это, кстати, все просто в восторге от этого, от этой подвески. Все удивляются, что как это так можно сделать своими руками. Даже люди на улице совершенно незнакомые мне подходили, и спрашивали, что это и как это сделать. Поэтому пока хочу еще немножко поносить в виде подвески. А потом уже буду делать колье. Заодно я посмотрю. Ну, как бы я его обкатываю, смотрю, какие могут быть. Что, может быть, там что-то не то. Так вроде пока все устраивает. Задник вот у него вот такой. Я покрыла полностью лаком. Ничего сзади, ни спереди, нигде не мрает одежду. Уже даже в жаркое время я носила, когда на улице было жарко. Нигде ничего не оставляет, никаких пятен. Только надо покрыть лаком. Единственное, вот эта вот конструкция, где вот эти вот такие вот завиточки, они немножко как-то получились мягкими. И если вот что-то вот такое прислоняется, они могут немножко терять форму. Надо будет подумать над тем, как их сделать более жесткими. Возможно, их надо ПВА покрывать несколько раз не в один слой, а в несколько слоев. Но я еще подумаю над этим, что с этим можно сделать. Или какой-то лак использовать более жесткий. Ну, посмотрим. А пока я хочу, следующая моя задумка, хочу сделать сережки. Буду делать вот из такого камня, который в этот раз заказывал на Алиэкспресс. Распаковочка была, посмотрите, кто не видел. Там и ссылочки все есть. Буду делать такие, очень самые простые сережки, чтобы мог повторить каждый. Я, наверное, просто оплету вот этот вот кабошон. Посмотрим, либо я просто оплету, либо еще какой-нибудь, может, минимальное что-то вот такое добавлю. И просто поставим вот этот вот крючок для сережек. И вот такие вот будут сережки, самые простые. Чтобы просто смог каждый повторить, чтобы даже новичок смог попробовать. Сегодня еще постараюсь, если успею снять видео о тонкостях изготовления такой работы, то есть секретики о том, как изготовить вот такое вот колье очень аккуратно, и чтобы у всех все получилось. Какие я выявила для себя моменты, как лучше сделать, чтобы все было аккуратно. И получилось вот такое вот красивое изделие. Ну, пока на этом отключаюсь. Если что-то будет интересное, обязательно к вам подключусь и покажу. Такая невероятно красивая елочка в этом дворе. Всегда хожу и прям восхищаюсь, как красиво. Никогда не видела до такой степени идеально красивой елки. Прям по форме, она такая пушистенькая. Красота. Всем привет! У меня очередное подключение. Немножко расскажу о том, чем я занимаюсь. Я закончила заказную работу. Все уже упаковала, отправила. Ставлю вам кусочки видео, как я упаковывала. Очень старалась хорошо упаковать. Надеюсь, все хорошо подойдет. Всегда очень сильно переживаю об этом. Вроде бы посылка, конечно, не бьющаяся, но все равно хрупкая. То есть, если, конечно, там наступит, или еще что-то, там какую-то очень тяжелую коробку положит, может что-то помяться. Поэтому всегда очень такой переживательный момент. Пока посылочка в дороге. Надеюсь, все будет хорошо. Так, еще я работала над сережками. Я сделала просто простые сережки. Сделала вот из таких кабошонов. Очень простые сережки. Я думаю, такие простые сережки сможете сделать каждый. Вот я использовала такие вот ниточки. Использовала цвет золота. И еще цвет, ну вот этот цвет Тиффани. Думаю, сможет такие простые сережки сделать каждый. Главное, немножко потренироваться, именно научиться отрезать ниточку в нужном месте. И стыковать. Научиться стыковать таким образом, чтобы незаметно было, где стык. А так, в принципе, сережечки очень простые. И еще потом я из этих сережек сделала более сложные сережки. Сейчас я вам их покажу. Они у меня уже готовы. Эти сережки... Сейчас не буду держать интригу. Показываю. Вот так вот они выглядят. Вот эти сережки, конечно, они посложнее. Это уже для тех, кто имеет определенный опыт, потому что здесь работа очень тонкая. Это только для самых терпеливых. Ну, мастер-класс будет, может. Кто-то все-таки решится попробовать. В принципе, если немножко потренироваться, рукой набить, я думаю, тоже справится каждый. Сейчас я покажу, как это выглядит. Мне, в принципе, они очень понравились. Такой очень интересный цвет. Красивый. Беру за золотом. Такое красивое сочетание. Вот так вот они выглядят. По-моему, очень здорово на лето. Вообще очень хорошо. Ну, вообще все вот эти вот сережки из ниток, они очень хорошо, как летний вариант. Всегда здорово смотрятся летом. Думаю, вот так вот летом куда-то выйти на прогулку. прогуляться очень хорошо. Очень они так изящно смотрятся. Не сбиты. Такие симпатичные получили сережки. Так что заходите на мой канал, на Дзен, если еще кто-то не подписан. Там у меня большое количество уже мастер-классов. Мастер-класс на шкатулку, на кашпо. Вот недавно вышел мастер-класс на мою подвеску. Вот на эту. Скоро будет мастер-класс по бантикам и мастер-класс по сережкам. По таким простым сережкам и вот по таким вот ажурным. Так что заходите. Там у меня много чего интересного. Теперь, наверное, буду работать над колье. Вот над этим. Хотела я ранее сделать именно вот из этой подвески колье. То есть вот тут доработать детали. Ну, теперь подумываю, наверное, эту подвеску я так и оставлю подвеской. Как-то она мне нравится в виде подвески. Неохота мне... Вернее, неохота, чтобы она у меня была как подвеска. А колье, наверное, буду делать уже отдельно. Вот тоже из этих камней. Из этих камней. Только у меня есть побольше камень. Ну, и буду использовать разные ажурные элементы. Так я их не подготовила. Ну, вот такие у меня есть ажурные. Только бирюзовый цвет. Посмотрим, наверное, тоже бирюзовые нитки. Буду использовать такую краску. Ну, и посмотрю какие-нибудь камни, кристаллы. Что можно будет туда добавить. Посмотрим. Еще пока я не решила. Еще пока так у меня идея в голове. Она у меня еще не сформирована. В определенную идею. Поэтому вот буду работать над этим. Пока, наверное, из новостей все. На этом буду свой влог этот заканчивать. Встретимся во новых влогах. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем хорошего дня и отличного настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok